Начну я сегодня с того, что закончу доказательства термы жесткой жесткости, суслена в соответствии с тем планом, который был. И, собственно говоря, единственный оставшийся нерассказанным пункт плана это такое утверждение, что если d лежит в группе тривиальных дивизоров от x, то φs от d равен 0 в F-отточке. Напомню, что φs от d, если d мы запишем как сумму r и тых x и тых, то φs от d равен сумме r и тых x и тых со звездочкой от s. А, хорошо, спасибо. Это очень важное замечание. Начну писать покрупнее. Начну я с такой леммы. Пусть f гомотопический инвариантный предпучок. Пучок абелевых групп. Тогда для любого альфа, принадлежащего f от афинной прямой, ноль со звездочкой от альфа равняется единице со звездочкой от альфа, и на самом деле равняется z со звездочкой от альфа до любой точки z из афинной прямой. Я напомню, что вот у нас афинная прямая, и если в ней есть какая-то точка z, то мы называем той же самой точкой, тем же самым символом отображения из точки в афинную прямую. Но если есть отображение из точки в афинную прямую, то тогда мы можем взять элемент альфа у нас вот здесь, тогда осмысленно написать 0 со звездочкой от альфа, 1 со звездочкой от альфа, или z со звездочкой от альфа, и все это окажется в f от точки. И все эти элементы окажутся в f от точки, поэтому про них осмысленно задать вопрос, равны ли они, и лемма говорит, что да, они все равны. Вот. Ну, давайте докажем это. Для этого давайте рассмотрим единственное отображение p в изофинной прямой в точку. И давайте возьмем точку и отправим ее при помощи точки z в афинную прямую. Вот. Тогда композиция p и z будет очевидно торжественным отображением из точки в точку, потому что из точки в точку никакого другого отображения просто нет. вот. Поэтому мы можем записать, что торжественная со звездочкой, это равняется p, композиция z со звездочкой, равняется все стрелочки, у нас переворачиваются, равняется вот такая композиция, откуда-куда, а из точки, из f от точки в f от точки. Вот. Теперь у нас еще есть такое замечательное свойство, значит, как гомотопическая инвариантность. В частности, вот у нас есть такое отображение. И свойство гомотопической инвариантности говорит нам, что это отображение индуцирует изоморфизм из f от точки в f от афинной прямой. Это и есть самый частный случай свойства гомотопической инвариантности. Вот что. f от афинной прямой — это то же самое, что и f от точки, но конкретно отображение обратного образа заданное отображение p со звездочкой снизу наверх является изоморфизмом. Что это для нас приятного означает? Вот у нас есть здесь элемент альфа. Тогда этот элемент альфа, можно записать, значит, существует. Отсюда следует, что существует элемент альфа-0. На самом деле он даже единственный, но нам это не так важно сейчас. Существует альфа-0 в f от точки такой, что под действием отображения p со звездочкой он переходит в элемент альфа. Но по-другому мы можем это записать, что альфа равен p со звездочкой от альфа-0. Ну и давайте сделаем простое вычисление. Давайте возьмем этот элемент альфа-0. Вот так напишем, что промежуточное утверждение состоит в том, что для любой z, принадлежащий А1, z со звездочкой от альфа просто равняется альфа-0. Если я это утверждение проверю, то очевидно, что z со звездочкой от альфа будет равно единице со звездочкой от альфа будет равно 0 со звездочкой от альфа. Они все будут равны элементу альфа-0. Но она просто является частным случаем гомотопической инвариантности, потому что гомотопическая инвариантность говорит, что если мы возьмем А1 крест x и возьмем проекцию, давайте я напишу проекция на x, то проекция на x со звездочкой f от x в f от А1 крест x – это изоморфизм. Но если вы возьмете в качестве x-а точку, то А1 крест-точка – это А1. А? Ну, у нас точка всегда одна. У нас раз и навсегда зафиксировано нульмерное многообразие, которое есть точка. Но вопрос разумный. Поэтому, в частности, у нас есть, когда x равно, x большое равно точке, то мы получаем вот такой изоморфизм. Вот. Да, и так нам осталось проверить такое утверждение. Как я сказал, это утверждение сразу влечет нашу лему, потому что просто все три элемента совпадут с элементом альфа-0. Вот. Очень хорошо. Давайте напишем цепочку равенств. Альфа-0, она лежит в f от точки, равняется тождественному отображению, а тождественное отображение у меня – это отображение из точки в точку. равняется identity со звездочкой альфа-0. Это равняется z со звездочкой, как там где-то было написано. Ну да. Значит, z со звездочкой от p со звездочкой от альфа-0. Вот. А с другой стороны вот это, это есть по нашему, по этому равенству. Мы выбрали так альфа-0, что альфа – это есть p со звездочкой от альфа-0. Вот. Поэтому то, что стоит в скобочках, это есть просто альфа. Ну вот мы и доказали, что z со звездочкой от альфа – это альфа-0. Мы хотели доказать вот это, мы это и доказали. z со звездочкой от альфа – это альфа-0. Лемма – более слабая версия. Нет. Лемма – это промежуточное состояние. То есть это некоторое промежуточное утверждение. Это неправильная мысль, что гомотопическая инвариантность – это приятное свойство, но без трансферов у нас ничего не получится. поэтому неправильная. Как к этой лемме относиться? Какая мораль этой леммы? Мораль этой леммы такова, что просто элементы, если каждый элемент альфа из f от a1, он во всех точках принимает одно и то же значение. К нему надо относиться действительно к такому элементу альфа, как к константе. Этот элемент просто константа. Какая константа? Константа альфа-0. И это связано с тем, что этот элемент альфа, он пришел с точки, он пришел с констант. Элемент альфа-константа а пастериори потому, что он пришел с констант. Что такое константы? Это значение f от точки. Значение f от точки это константы. Мы так условно их называем. Хорошо. Теперь давайте, после того, как мы разобрались с этой леммой, мы докажем утверждение о том, что phi s от d равно 0 в f от точки, если d это тривиальный дивизор. То есть если d лежит в группе тривиальных дивизоров. Я напомню, что группа тривиальных дивизоров порождена элементами вида df от 0 минус df от 1. Что такое f? f, вот наша кривая x. f, да, это афинная прямая. f это функция на x. Такая, что эта функция рассмотрена как отображение конечна и сюрреативна. И последние слова означают, что у каждой точки на афинной прямой число прообразов с учетом кратности одно и то же. Ну и еще df от 0 минус df от 1. Да, мы должны взять такую f, как я только что сказал, и должны взять точки 0 и 1 на афинной прямой такие, что над ними кратности этих точек единица. Иначе говоря, в этих точках производная производная функция f не равна 0. Давайте эти точки обозначим x1, x2, x3. Эту точку обозначим y1, y2 и y3. Вот. И теперь я во-первых напомню, что значит, мой наш предпучок в который из условий теоремы жесткости обладает свойством агитивности. Это было свойство 4. Вот. Поэтому я сейчас говорю на самом деле давайте не про x, а про y. Вот. Если мы напишем значит, y1 дизъюнт на y2, вот, то это равно f от y1 плюс f от y2. Вот. Теперь значит, я должен значит, сказать следующее еще на самом деле одно условие 5, без которого мы значит, теорему не докажем. Вот. Я его сейчас сформулирую. Вот. Если у нас есть многообразие y над z и пи это конечное сервективное отображение как у нас все и было. Вот. И y это есть y1 дизъюнт на y2. Вот. Тогда пи тогда у нас есть отображение пи1 и есть отображение пи2. и отображение пи1 конечно да, мы считаем, что пусть y1 и y2 таковы, что пи1 сервективное и пи2 сервективное. Вот. В этом случае они оба будут конечные. Вот. и у нас возникнет такая диаграмма f от y f от z здесь у нас норма из y в z здесь у нас есть f от y к 1 плюс f от y к 2 есть норма y1 над z плюс норма y2 над плюс или наверное ну я вот так напишу, да, плюс. Понятно, что имеется в виду. когда у нас есть да есть отображение из этой суммы в прямой суммы в f от z вот которая на этом слагаемом вот такое а на этом слагаемом вот такое вот у нас есть равенство благодаря условию 4 вот условие 5 состоит в том, что значит что это диаграмма коммутативная иначе говоря давайте я так напишу коммутативно коммутативно диаграмма звездочка коммутативно иначе говоря если у нас есть произвольный элемент альфа отсюда вот он ввиду этого равенства он записывается как элемент альфа 1 запятая альфа 2 значит в этих группах вот и коммутативность диаграмма по-другому читается что норма из y давайте я вот здесь крупно напишу норма из y над z от альфа равняется норме из y 1 z от альфа 1 плюс норма из y 2 над z в альфа 2 это есть условия 5 не надо бояться что у нас появляются лишние условия то есть новые условия главное что все эти условия естественные и всякий раз когда норма есть вот она всегда удовлетворяет этим условиям вот во второй части сегодняшней лекции я значит отвечу то есть она будет вторая часть сегодняшней лекции будет посвящена значит ответу на вопрос некоторых слушателей значит откуда берутся нормы но вопрос был поставлен по-другому что есть норма вот я отвечу по-другому откуда берутся нормы вот когда была вот тогдашняя значит довольно-таки длинная беседа после той беседы я наутро проснулся и вспомнил откуда берутся нормы вот да и значит мы потребуем еще такое естественное условие 6 давайте давайте я его здесь напишу на предпучок с трансферами который для которого мы хотим доказать терему жесткости вот это следующее условие если Y отображается в Y это тождественное отображение вот уж тождественное отображение является феррективным и конечным морфизмом вот и тогда у нас задана тоже норма из Y в Y так вот эта норма есть тождественное отображение F от Y в себя это условие 6 это наше требование вот ну теперь я выписал все что мне нужно вот и я могу значит доказать доказать следующее доказать свойство один которое записано вот здесь а именно доказать что F от тривиального дивизора от дивизора не тривиального а от дивизора который лежит в группе тривиальных дивизоров вот F от D равно нулю в F от точки вот для этого достаточно доказать это свойство для образующих этой группы эта группа порождена дивизорами которые написаны которые выписаны вот здесь достаточно доказать наше свойство для дивизоров такого вида что давайте напишем это равно D для дивизоров такого вида достаточно доказать что F от D равно нулю в F от точки вот но поскольку отображение F от D это гомоморфизм такие дивизоры по определению порождают по определению группы тривиальных дивизоров именно такие дивизоры ее порождают вот давайте докажем значит у нас есть у нас есть элемент S где он есть этот элемент да это у нас D значит у нас есть элемент S S просили большими буквами писать это небольшой элемент небольшая буква S а просто крупная буква S лежит в F от X вот тогда мы можем взять в качестве элемента альфа альфа элемент норму из X на D1 от S ну и поскольку норма это отображение из F от X в F от A1 то мы получим элемент в F от A1 про любой элемент альфа из F от A1 мы знаем что он постоянный то есть его значение вычисление его значения в любой в общем его значение в любой точке одно и то же нам не важно что оно равно альфа 0 нам важно что оно одно и то же вот давайте поскольку мне я эту можно ли стереть эту лему хорошо хорошо вот у меня есть элемент норма альфа в F от A1 и я знаю что элемент альфа ну я его так и запишу норма из X в A1 от S и это значит элемент из это элемент из F от A1 поэтому согласно доказанной выше лемми 0 со звездочкой от этого элемента совпадает с единицей со звездочкой то есть вычисления этого элемента в нуле и в единице совпадают вот а теперь мы воспользуемся я так напишу чем мы воспользуемся значит мы воспользуемся во-первых свойством свойством 2A во-вторых свойством ну даже 2 плюс 2 вот так 2 плюс 2 во-вторых свойством 5 и в-третьих свойством 6 и я напишу что вот этот элемент это есть не что иное просто как сумма x и так со звездочкой от элемента с ну давайте значит я написал да плюс плюс 4 аддитивность нужна плюс 5 плюс 6 то есть если уж так честно говорить то мы должны всеми этими свойствами воспользоваться но вместо того чтобы пользоваться ими шаг за шагом я просто наивно поясню просто поясню что значит произойдет вот мы взяли элемент норма мы взяли элемент норма x на d1 от альфа и стали его вычислять в этой точке то есть мы сначала взяли норму а потом стали вычислять элемент в этой точке свойство 2 говорит нам что мы можем ограничиться на вот эти три точки и взять норму отсюда давайте я все-таки чуть-чуть скажу чуть подробнее про это равенство значит по свойству 2 это то же самое что взять s взять такой вот я напишу немножко неаккуратно но зато будет более понятно взять s ограничить его на x1 дизъюнтно x2 крупно надо писать x1 дизъюнтно x2 дизъюнтно x3 и потом взять отсюда норму из x1 дизъюнтно x2 дизъюнтно x3 в точку ноль вот но дальше это тоже можно переписать здесь мы воспользовались свойством 2 вот а у нас еще есть значит свойство 2а или там свойство да на самом деле может быть нам 2а не понадобится понадобится 4 5 и 6 давайте воспользуемся свойством 4 что свойство 4 нам говорит где лежит вот этот элемент этот элемент лежит в f от x1 дизъюнтно x2 дизъюнтно x3 если мы воспользуемся теперь свойством 5 если мы воспользуемся свойством 5 да вот эта группа равняется f от x1 по аддитивности плюс f от x2 плюс f от x3 значит то получится следующее если мы воспользуемся свойством 5 и ну да воспользуемся свойством 5 и свойством 6 значит получится 5 плюс 6 5 плюс 6 вот этот элемент мы сначала записываем как s ограниченный в точку x1 это по определению есть x1 со звездочкой от s здесь у нас есть элемент x2 со звездочкой от s а здесь у нас есть элемент x3 со звездочкой от s вот у нас есть такой элемент вот и мы знаем что если мы пойдем из x1 из f от x1 дизъюнт на x2 дизъюнт на x3 в f от x1 плюс f от x2 плюс f от x3 здесь пойдем в f от нуля нормой вот такой нормой нормой из x1 дизъюнт на x2 дизъюнт на x3 над нулем вот то это то же самое что сначала пойти вот так а потом пойти вот так но пойти по этой стрелочке мы получим вот этот элемент а потом значит здесь сумма отображений норм а из x и в 0 но x2 в 0 x2 это точка и 0 это точка это тождественное просто отображение поэтому норма из x2 в 0 давайте я здесь напишу норма из x2 в 0 это просто тождественное отображение f от x2 в f от 0 и здесь получается что мы просто суммируем тождественное отображение значит вот у нас есть такой элемент он превратился в такой элемент а потом мы просто берем и суммируем эти элементы и получаем результат внизу ну вот у меня здесь это и написано значит 0 со звездочкой от этого если мы пробежимся по значит указанным особенно пробежимся по этой диаграмме то мы получим как раз вот это просто у нас просуммируется вот то что здесь стоит это есть сумма вот этих трех элементов вот пожалуй мы здесь не воспользовались свойством 2 2а значит а свойство 2а у нас получилось само собой за счет свойств 4 5 и 6 то есть свойство 2а если честно говорить то оно получилось значит за счет свойств 4 5 и 6 илья вы сильно задумались давайте вопрос ваш а хорошо вот ну и хорошо вот у нас получилось здесь такое равенство а какое равенство будет здесь здесь будет равенство сумма у и их со звездочкой от s и так мы доказали что сумма а x и так со звездочкой от s равняется сумме и y и так со звездочкой от s что тем самым доказано уже почти доказано значит вот почти доказано это равенство давайте я скажу почему почти и почему на самом деле уже после этого почти оно доказано вот это вот это равенство это равенство давайте его каким-нибудь там красным мелом синим мелом обозначу это равенство и обозначу его через две звездочки равенство две звездочки равносильно равенству фи s от df от нуля равняется фи s от df от единицы ну равносильно конечно конечно равносильно потому что наше отображение фи s это гомоморфизм если мы желаем доказать равенство нулю то достаточно доказать необходимо и достаточно доказать вот это равенство давайте мы вот так три звездочки обозначим так мы его уже доказали это равенство давайте посмотрим что это равенство у нас уже доказано что стоит вот здесь но у нас есть определение что такое фи s от d от любого дивизора d поэтому то что стоит вот здесь это есть фи s от x1 плюс x0 x1 плюс x2 плюс x3 но x1 плюс x2 плюс x3 это есть не что иное как df от нуля x1 плюс x2 плюс x3 просто на этой картинке видно это и есть определение x1 плюс x2 плюс x3 это и есть df от нуля а что такое вот это это есть да что что а господи я подумал что это вопрос да фи s от y1 плюс y2 пардон плюс y2 плюс y3 вот но это и есть то что здесь стоит в скобочках в скобочках стоит это df от единицы вот итак мы значит доказали если взять красный мел мы доказали что фи s от df от нуля равняется фи s df от единицы я это отдельно выпишу чтобы еще доказали что фи s от d f от нуля равняется и s от df от единицы вот ну это и есть равенство 3 со звездочкой поскольку мы его проверили тем самым мы доказали равенство две звездочки а равенство две звездочки это и есть то что мы хотели доказать мы хотели доказать что фи s от образующей группы тривиального группы тривиальных дивизоров равно нулю ну вот мы взяли такую образующую произвели вычисление и и проверили что фи s от такой образующей равна нулю вот поэтому значит поэтому мы проверили что для любого давайте напишем для любого е это не эллиптическая кривая это элемент группы тривиальных дивизоров для любого е фи s от е для любого е из группы тривиальных дивизоров фи s от е равно нулю вот теперь давайте да потому что мы работаем значит это правильный вопрос потому что мы работаем сейчас с аддитивной записью для элементов да да мы сейчас работаем с аддитивной записью для элементов f от x они у нас суммируются пишем как операцию плюсик а не операцию умножения вот и все если вы перепишите все в знаках умножения то да немножко надо было бы надо было бы писать может быть не гаумархизм нормы а гаумархизм следа вот для аддитивной записи и наверное в этом есть некоторая сермяжная правда в смысле согласованности обозначений вот согласованности понятий но значит уж я так начал потому что у нас норма появилась как норма был пример нормы давайте я произнесу мораль мораль этого доказательства давайте для того чтобы была мораль я сотру все лишние детали вот вот мы желаем доказать что мы желаем доказать мы желаем доказать ровно вот это то что сумма x и x со звездочкой от s равняется сумме y со звездочкой от s это и есть как я показал значит соотношение три звездочки мы желаем показать именно соотношение три звездочки но оно раз это равно вот этому а это равно вот этому просто по определению того что такое фи от s вот значит мы желаем показать вот такое равенство я сейчас скажу совсем неформальное пояснение то есть вот просто как я воспринимаю на самом деле значит как я воспринимаю это значит равенство откуда оно берется вот значит мы взяли x и взяли и взяли наше отображение f в афинную прямую вот и не хочу я в данном случае смотреть сейчас надо смотреть на точки 0 и 1 а я хочу взять просто произвольную точку на 1 и начать такое вот движение просто по прямой 1 вот и я хочу понять что у меня будет происходить с элементом норма из x на до 1 от моего элемента s что значит что будет происходить я его хочу начать вычислять в разных точках так вот ввиду того что у меня есть трансферы и эти трансферы согласованы там обладают свойствами 4 5 и 6 вот дело это формально свойство 4 5 6 это хорошая формализация некоторого пожелания а пожелание такое вот я хочу чтобы z со звездочкой от нормы x на 1 s вычислялся мы сначала взяли вычислялся так вот взяли точку z взяли все ее прообразы я хочу чтобы норма была так задана взяли все ее прообразы значит и может быть даже вот взяли здесь точку z штрих здесь взяли прообразы эта точка оказалась кратностью 2 я хочу чтобы вычисление значения моей нормы в точке z ну давайте говорить не норма а следа следа в точке z было бы просто значением суммы значений моего элемента вот в этой точке в этой точке и в этой точке какого элемента моего элемента s здесь z1 z2 и z3 крупно не получается писать я позволю себе такое значит если x это точка на x я введу такое более удобное обозначение буду писать x от s это есть нет не x от s наоборот s от x s в точке x это есть определение x со звездочкой от s вот 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 есть s есть точка x я вычисляю s в точке x так вот я и хочу чтобы значение этой нормы значение этого норма следа была бы чтобы норма была определена так чтобы было верно равенство что это есть s от z1 плюс s от z2 плюс s от z3 я хочу чтобы норма была определена так всегда то есть вот норма должна быть задана с выполнением этого свойства давайте в точке z штрих посмотрим раньше не было такого свойства вот но значит потенциально его можно было бы и потребовать z1 штрих а здесь z2 штрих но эта точка у меня значит с кратностью 2 я даже ниже поясню что такое что я понимаю под кратностью вот и значит я хочу чтобы z штрих со звездочкой от этой самой нормы был бы равен s от z1 штрих плюс дважды дважды потому что у меня кратность 2 дважды s от z2 штрих но я знаю что у меня есть гомотопическая инвариантность и раз у меня есть гомотопическая инвариантность то в какой бы точке я норму не вычислял даже еще лучше написать не вот так а в соответствии с этими обозначениями взял норму и вычислил в точку в точке z а здесь соответственно взял взял норму от элемента пардон взял норму от элемента s и вычислил в точке z а здесь взял эту же норму x на 1 от s и вычислил в точке z штрих вот благодаря тому что у меня гомотопическая инвариантность есть в какой бы точке норму элемента s я бы не вычислял они будут равны это гомотопическая инвариантность вот а вот эти равенства вот эти два равенства я просто хочу чтобы они были свойствами нормы вот их можно заполучить при помощи вывести из 4 5 и 6 но на самом деле есть изначальное пожелание к норме изначальное пожелание ровно в этом и состоит чтобы было выполнено вот такое равенство и выполнено вот такое равенство то есть когда я какой-то элемент нормы вычисляю в точке z я беру точки все точки наверху и просто суммирую значение моего элемента верхнего элемента верхнего элемента в этих точках вот а если значит на точку есть кратности какие-то то я суммирую то я суммирую с учетом кратностей вот и значит и все то есть мы используем два свойства для доказательства вот этого равенства мы используем два свойства первое свойство это значит это наличие нормы первое свойство это гомотопическая инвариантность а второе свойство это наличие нормы которая себя хорошо ведет в каком смысле хорошо а вот которая ведет себя хорошо в соответствии с моими пожеланиями а именно вот с этого сорта пожелания гомотопическая инвариантность гарантирует что после взятия нормы элемент станет постоянным но потом мы его просто в разных точках начнем вычислять и по свойству нормы окажется верным вот это равенство вот это вот это вот это равенство оно просто окажется выполненным потому что мы так нормы построили вот и все чуть погромче как мы нормы построили да да сумма значений не функции а сумма значений вот этого с да из какой-то штуки вот сейчас я начну говорить значит про то откуда берутся нормы вот следующей части лекции значит я начну говорить откуда берутся нормы да вот и тогда вот будет описан большой запас функторов с нормами которые удовлетворяют вот этим свойством желаемым свойством вот это свойство функтора да это свойство функтора вот и да это свойство функтора и функторы бывают с нормами но не гомотоопически инвариантные бывают и бывают функторы гомотоопически инвариантные и без норм их вообще вот просто гораздо больше а так чтобы совмещалось то и другое это значит некоторое дополнительное свойство совмещалось все то и другое это это тоже часто выполняется вот но реже вот значит я может быть произнесу перед да есть ли вопросы там да мы сказали свойство 2 говорит что имеет место для каждого отображения конечного сирективного сверху вниз имеет место гаоморфизм нормы да отдельно да сначала просто имеет место какой-то гаоморфизм нормы а потом дополнительно мы от него требуем некоторые естественные свойства которые значит ну которые желаем но не то чтобы мы их придумываем от фонаря но очень довольно-таки естественные свойства да над точками неветвление неветвление его нет можно потребовать дополнительно вот и значит ответ но чуть более деликатный опять же для значит для кучи для многих функторов значит с отображением нормы выполняется и вот это дополнительное свойство для очень многих но значит есть которые не такие вот так сколько у меня интересного времени прошло по сколько лекция началась осталось 15 минут окей понятно хорошо значит давайте значит я приведу некоторую конструкцию откуда берутся нормы я ее опишу значит немножко неформально вот но зато будет понятно я думал перед лекцией заниматься мне аккуратным со всем описанием или значит лучше объяснить неформально зато зато наглядно вот пришел к выводу что лучше я объясню наглядно вот давайте рассмотрим произвольное конечное сурикимное отображение из х штрих в х но я так опять же нарисую то что я в состоянии рисовать вот х штрих а вот х тогда я хочу сказать что вот это отображение которое я назову п у меня задает некоторое отображение из х в симметрическую третью степень х штрих давайте я скажу что такое симметрическая третья степень х штрих у нас х крест х штрих х х х х х х но это произведение и на этом произведении действует группа перестановок и мы берем просто и факторизуем по этой группе перестановок ну ее разные люди по-разному называют давайте назовем симметрическая группа вот так на трех элементах профакторизуем симметрическая степень х это по определению есть вот такое многообразие вот в топологических пространствах такая операция есть в логеврической геометрии тоже такая операция есть а какие-то дистрибутивности не больно тензоры я пока не говорю про тензоры вот я определяю просто симметрическая степень х пардон многообразие х это есть вот такое произведение профакторизованное по группе перестановок вот что являются точками точками вот такого многообразия точками такого многообразия это множество точек как множество это множество точек x1 штрих x2 штрих x3 штрих где x1 x и t штрих лежат в x штрих и это давайте я не так буду писать буду вот как-то так писать такие скобочки неупорядоченный набор неупорядоченный набор причем в этом наборе разрешается точкам совпадать разрешается точкам совпадать можно даже всем трем совпадать а можно двум совпадать но если вы посмотрите теоретика множественно если x3 это множество то что такое симметрическая третья степень симметрическая третья степень это и есть значит неупорядоченные наборы из любых трех элементов данного множества совпадения разрешаются вот замечательно если я теперь возьму точку x то я могу построить вот такое отображение давайте его назову буквой пи большое как она устроена любую точку x она посылает в множество пин минус 1 от x значит рассмотренная как неупорядоченное множество при этом если точка у меня оказалась вот эта то давайте x3 y вот то здесь у меня то точкой значит такая точка отправится y отправится в набор здесь стоит y1 а здесь y2 она отправится в набор y1 y1 y2 это тоже неупорядоченный набор в котором эта точка встретилась два раза вот так вот такое значит наивное правило оказывается задает регулярное отображение из этого многообразия в это многообразие вот а теперь значит ну и точно так же значит если бы у меня было здесь n-листное накрытие давайте я нарисую так вот n-листное н-листное накрытие отображение такое отображение конечно сервективное что у каждой точки с учетом кратности значит ровно n прообразов я получил бы отображение в см от x-штрих а очевидно что не совсем очевидно это и есть та конструкция которую я решил пропустить значит теперь давайте посмотрим какая значит от этого интересная польза имеется пусть у меня есть какая-то алгебраическая группа которая коммутативна ну алгебраическая группа значит совсем уж подробно не буду объяснять ну пример это эллиптическая кривая она правда не является е на сей раз не дивизор а эллиптическая кривая вот она не является вот или другой пример это просто комплексная комплексная прямая рассмотрена как алгебраическая группа в смысле мы можем складывать по сложению вот алгебраическая группа это алгебраическое многообразие вместе с операцией сложения вот если мы говорим о коммутативных группах вместе с операцией сложения вот но эта операция сложения должна быть задана регулярным отображением должен быть должен быть обратный элемент он называется часто и вот и должен быть нейтральный элемент это отображение источки в е ну и дальше должны быть выписаны стандартные свойства диаграммами диаграммками коммутативными диаграммками можно выписать требования на плюсик и и е говорящие что это алгебрическая группа вот значит допустим что моя я привел в качестве примера е эллиптическую кривую но эллиптическая кривая не является афинной мы разговариваем только про афинное многообразие на этих лекциях ну потому что вы знакомы с афинными многообразиями а с проективными немножко поменьше вот и так далее вот поэтому давайте я буду считать что у меня есть а это коммутативная может быть вот так а с операцией плюсик элементом е это коммутативная алгебрическая группа группа афинная афинная значит она афинное многообразие вот тогда значит первое что я могу сделать это значит для любого афинного многообразия x я могу рассмотреть то что называется ну давайте я так напишу регулярное отображение афинного 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 и положить это равным обозначить этим а от x я предлагаю вам проверить что это это группа афинного 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 но даже может быть поясню как Мы берем одно регулярное отображение, обзываем его φ, берем другое регулярное отображение, обзываем его ψ. Здесь мы перемножаем, и у нас появляется отображение φ крест ψ. Здесь мы применяем плюсик, а в х крест х есть отображение, которое называется диагональ. Диагональ от х, это есть х, х. Мы получили некоторое новое отображение, которое называется по определению φ плюс ψ. И тем самым мы получили для каждого х группу А от х. А если у нас есть отображение из х' в х, то какое-то отображение, давайте φ назовем, хотя совершенно неважно, любое отображение φ. φ у нас было. Давайте возьмем любое отображение ρ. Тогда я утверждаю, что из А от х, естественно, возникает отображение ρ со звездочкой в А от х'. Ну понятно как. Значит, у нас есть регулярное отображение из х' в А. Если у меня есть какое-то отображение вот такое, φ, а здесь у меня ρ, то я просто беру и пишу, беру композицию. φ, композиция с ρ. Это и есть отображение из х' в А. И это правило φ переходит вот сюда и задает мне вот такой гомоморфизм, который я называю ρ со звездочкой. И что я получил? Я получил предпучок. Ну, на самом деле не только из гладких многообразий, а давайте я напишу из всех многообразий над c в А белевой группы. И этот предпучок посылает мне многообразие х в А от х. А теперь я хочу на этом предпучке ввести отображение нормы. И сейчас я это сделаю. И на этом закончу лекцию. У меня осталось минус сколько-то минут? А? А плюс 2 даже. Спасибо. Что? А. Вот это категория не категория гладких многообразий, а категория всех многообразий. Категория... А, давайте я не вар напишу, а аф. Все афинные многообразия... Все афинные многообразия... На c. Вот что я теперь хочу. Пусть у меня задано отображение х-штрих в х, конечная, сюрреативная степени n. В степени n, это означает, что прообраз каждой точки х состоит на отображении пи. Пи минус первой от х состоит из n точек с учетом кратностей. Тогда у меня возникает отображение пи большое, которое я уже писал. Пи большое, а из х в симметрическую n-тую степень х-штрих. Было у меня отображение сверху вниз, а стало у меня отображение сверху, снизу, вверх. Но я его здесь написал горизонтально, чтобы у меня было просто... Это отображение то самое, которое было выписано вот здесь. Берем точку х и посылаем ее в ее прообраз. То есть смотрим все точки в прообразе с учетом кратностей. Неупорядоченный набор точек возникает. Над каждой точкой х у нас висит неупорядоченный набор точек с учетом кратностей. Поэтому мы получаем такое отображение. А теперь давайте сделаем следующее интересное действие. Одну секундочку сосредоточусь. У нас есть отображение из а в степени n в а. Это просто плюсик. Сложение элементов. Но группа а у нас коммутативная. И поэтому это сложение пропускается через многообразие. Вот это многообразие. Это не есть группа. Через вот такое многообразие. Потому что действие перестановок не влияет на результат сложения. И поэтому такое отображение пропускается. Можно записать. Можно так пропустить. Сюда у нас отображается... Да, да, да. Допустим, что у нас из х' задано какое-то отображение фи в а. Вот по такому отображению я хочу построить отображение отображение из х' в а. Давайте я назову не нормой, а назову трансфером из х' над х от моего фи. Значит, мне дано вот это, а хочу я построить вот это. У меня есть... Хочу я построить... Давайте-ка я возьму для простоты n равно 2, чтобы я не потерял контроль над тем, что происходит. Давайте-ка так возьмем... Х отображение в... это отображение пи в симметрическую вторую степень... Ну да, правильно. Х' А из симметрической второй степени х' у меня есть отображение в симметрическую вторую степень от а. А если я возьму... Ну да, у меня есть такие отображения из х' из х' крест х' а 2 это просто фи крест фи. Окей, давайте я в начале следующей лекции аккуратно приведу... Что? Продолжение следует... Продолжение следует...